Агентство Три Новостей. Агентство Три Новостей. Агентство Три Новостей. Мы не вводили драконовые меры по отношению к гражданам, деятельности предприятий. И мы видели, как уже тогда приезжали граждане с Европы. Возможно, на какой-то отдельный период. Но сейчас мы видим, что представители европейских стран хотят приехать и получить гражданство. И остаться здесь у нас в Беларуси. Потому что ситуация в Европе усугубляется. Как вы считаете, может ли это быть в том числе связано с тем, что Беларусь в последнее время открыла свои границы? И для ближайших соседей есть возможность непосредственно приехать в страну, посмотреть, как живут люди, чем они занимаются. И возможно, принять соответствующее решение. Да, решение о предоставлении безвизового режима для представителей стран Европы позволило, конечно, разорвать ту идеологическую пропаганду, которую формировали основные центры психологической операции. О том, что здесь у нас плохо, что не стоит ехать, здесь жесточайший режим работы спецслужб и правоохранительных органов, что вас задержат, будут пытать. Все это, конечно, разрушается, когда простые граждане Евросоюза приезжают к нам, видят абсолютно другую картину, другие цены и на топливо, и на продовольствие, и в объектах общественного питания. И, конечно же, это привлекает и в последующем уже работает как сарафанное радио, которое разрушает ту модель пропаганды, которая работала против нас. Тоже интересный момент относительно белорусского гражданства. Мы видим, что часть белорусов периодически обозначает вопрос о наличии гражданства у людей, которые уже уехали из страны и при этом продолжают условно пакостить нашей стране, требуют, чтобы лишали какого-то рабочего места тех же белорусов, которые находятся в стране, вводили санкции против предприятий, на которых работают наши соотечественники. Что делать с такими людьми? Мы должны понимать само понятие гражданства и гражданин. То есть это привилегия в действительности. И вспомним, откуда она пошла. Право называться гражданином, это доворовалось зачастую. А сейчас мы видим, как легко и негативно могут относиться к понятию и к статусу гражданина. И как результат, естественно, мы должны принимать соответствующие правовые нормы, которые давали бы нам возможность не применять некие санкции в отношении тех, которые не только выполняют какие-то обязанности как гражданин, но и делают вред для нашего государства. Как результат, мы, конечно же, должны ограничивать их права. А основное право – это право называться гражданином Республики Беларусь. Карта поляка становится острым вопросом в нынешних геополитических моментах турбулентности и такой напряженности взаимоотношений межгосударственной. Как поступать с этим элементом мягкой силы польского государства в отношении белорусских граждан? Сами же члены Евросоюза на период еще становления этого объединения выступали против любых форм вот такой ползучей экспансии. Они резко пресекали любую выдачу документов, которые идентифицировали и давали какие-то льготы для представителей той или иной приграничной территории. Эта политика ориентирована, в первую очередь, на последующее проведение неких провокаций с объявлением тех или иных территорий, которые, по их мнению, являются населены как раз владельцами таких карт поляка, своими территориями. Мы это видели, в принципе, на примере Югославии, мы это могли видеть и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке. Такую же модель использовалась и в Латинской Америке, поэтому мы к этому должны относиться исключительно как политической технологии, направленной как раз на разрушение, раскачивание общества и разрушение государства таким мягким, в то же время очень жестким режимом. Абсолютно с вами согласен. Спасибо за ваше мнение, будем следить за ситуацией. Спасибо. Спасибо.